Чудо-юдо Флэш Ревёрс, он испортил весь Спидфорс, а Баран Оленевич испортил весь Таймлайн. Но это для тех, кто знает, что такое Флэш и кто такой Реверсивный Флэш. Однако, данное видео посвящено не Флэшам и другим представителям семейства Флэшковых, а, соответственно, новому сериалу. Сериал называется «Путешественники», и он также про путешествия во времени. Вот сейчас вышло уже ряд сериалов про путешествия во времени. И те же легенды, и тот же Флэш, и «Вне времени», и теперь ещё «Путешественники». И я скажу, что лучше было бы все эти сериалы выкинуть на помойку, а усилия на них затраченные потратить на создание качественного сюжета очередного сезона сериала «Доктор Кто». Но что есть, то есть, а что есть, то, соответственно, мы и заслужили. Посему обозреваем, что в нём происходит. Происходят в нём куча интересных явлений. Для начала нам показывают, как копыта свои раскидывают по всей мультивселенной ряд персонажей. И как бы, ну что, периодически люди вздыхают. Да, такое бывает. Вообще, в ведах древних священных писаниях есть прекрасная фраза, что смерть и только смерть – это единственная истина жизни. И, честно говоря, я не могу гарантировать, что я доживу до завтрашнего дня, или что вы доживёте до завтрашнего дня. Вы это никогда никому не сможете гарантировать. Как бы да, если вы не больной, не старый, не дохлый человек, то можно предполагать, что и окончательно не скопытитесь ещё пара дней, то ли пара лет, то ли пара десятилетий. Но не исключён несчастный случай и всякая такая штука, поэтому единственное, что про каждого живущего можно абсолютно точно, абсолютно безоговорочно и абсолютно безальтернативно сказать – это то, что он умрёт. То есть смерть является единственной непоколебимой истиной и единственной общей чертой жизни каждого живого существа. На этой и, скорее всего, на всех остальных планетах. Но здесь оказывается, что эти персонажи после того, как копыта откинули, а в них что-то такое завелось, которое эти копыты вновь собрало, и встало и пошло дальше. В частности, нам показывается ряд таких ситуаций, одной из которых была работающая в библиотеке невменяемая женщина. Ну, как она невменяемая? Я не психиатр, конечно, поэтому она какая-то дефективная, то ли Дауна-синдром, то ли, ну, короче, недоразвитая просто. Я вообще не понимаю, зачем она нужна в библиотеке. И максимум, что как уборщица, и всё. Ну, похоже, она чем-то таким там и была, вообще-то. Поэтому ладно. И в конце концов нужно понимать, что такие люди — это тоже люди, и дабы улучшить свою карму, в случае чего лучше им помогать. А ни в коем случае не топить. Иначе по законам Вселенной и нас кто-нибудь когда-нибудь утопит. Поэтому да будет всем счастье, разум и процветание. И здесь оказывается, что тела этих людей во имя всеобщего счастья или вселенского зла повселялись путешественники из будущего. А как нам было показано во второй серии, эти или какие-то другие, или кто-то другой, оказывается, может даже не в трупы вселяться, а просто девочка идёт себе, торгует печеньями. В неё влазит какой-то голос из будущего. Приходит к одному из таких путешественников и говорит, «Ты веди себя хорошо, иначе мать тебе Кузькина очень скоро придёт». Поэтому снова законы этой Вселенной я не совсем пока понимаю. Но очевидно, что это как во многих случаях, в принципе, мне уже часто такие элементы попадались в научной фантастике, когда из будущего посылаются некие персонажи в прошлое, дабы они там исправили какие-то действия, потому что это и континуум, ну куча, куча, короче. В «Докторе кто» эта ситуация не настолько используется. Там чаще доктор случайно приходит то в будущее, то в прошлое и подправляет только вот то, что на тот момент пошло не так. А во многих других есть такой континуум, прекрасная тому иллюстрация. «Но здесь вопрос не в том, что непосредственное путешествие в прошлое. Здесь они как бы отправились как?» Вот тоже я не знаю. Ну, получается, они своим сознанием вселились в тела других людей. Вопрос — это как-то какие-то части ихного мозга телепортировали в прошлое? Это на самом деле они лежат в каких-то хай-тек-гробиках по методу фильма «Аватар»? И из их, этих гробиков, транслируется их мышление в эти тела? Или как? Или что? То есть вот это я не понимаю никаким путём вообще пока, по крайней мере. Тем не менее, одну катастрофу они уже предотвратили. Это какая-то особая материя, что-то типа антиматерии. И она типа должна была взорваться, и куча людей свои бы копытки пораскидали по окружающей среде. Но не раскидали. Плюс ещё какие-то военные там состязания. И снова я не удивлюсь, что те зловещие военные, которые как бы пока выступают как некий призрачный антагонист, который хочет эту материю, что за ними тоже будет какая-то фигня из будущего стоять, которая их на это будет подстрекать. Не знаю, ну, для некого равновесия, как в континууме, как вне времени, как в легендах, как во флэше, могли бы создать такую полярность, что есть супергерои и есть суперзлодеи. Хоть может быть, здесь вот именно решат пойти в нарушение штампов, и здесь как бы будут только супергерои, которые будут хотеть исправлять прошлое. Но здесь вообще ничего не понятно. Есть же такая прекрасная штука, как эффект бабочки. То есть, если они в прошлом предотвратили катастрофу, то почему они со своими технологиями и со своими потребностями и со своей возможностью вселяться в людей прошлого не стираются из временной линии вообще. По логике причинно-следственных связей, если они отправились в прошлое из-за катастрофы, но они изменили катастрофу и не случилось, значит, они, живя в своей жизни, и не знали о том, что такая катастрофа была, потому что её не было. Если её не было, во-первых, это могло повлиять на всю их цивилизацию, типа они родились одни люди, или родились другие, или, короче, как угодно это могло пойти. Но в любом случае, тех, кто отправлялся в прошлое, их просто уже не должно быть. Например, несмотря на все глюки сериала «Флэш», в нём это в первой, и во второй, и отчасти в третьей серии показаны нюансы, что если в прошлом хоть что-то изменить, пойдёт всё уже не так. И даже если пойдёт очень похожим путём, то всё равно будут какие-то штуки, которые пойдут не так. А здесь получается наркоман, получается недоразвитая, получается футболист, получается ФБРовец. Если всем им суждено было умереть, а они не умирают. Соответственно, это вносит уже целый просто лавинообразный эффект. То есть они, соответственно, покупают пищу, которую не должны были купить. Они общаются с людьми, с которыми не должны были, даже просто. Вот самый простой привожу пример. Они стоят в очереди, в любой очереди. Или в пробке. Соответственно, они ослабляют вероятность того, что тот, кто за ними, дождётся и получит то, зачем эта очередь находится. Что в свою очередь ведёт за собой вероятность того, что у него могут случиться конфликты с близкими, что ещё что-то. Короче, это запустит целую цепь событий, которая в результате приведёт, что общая глобальная картина в мире сложится не так, как она сложилась бы, если бы, соответственно, они умерли. И дальше, то, что отменили взрыв, это вообще колоссальное изменение. Это сродни тому, как если бы отменили, ну не знаю, взрыв Чернобыля. Подумайте, сколько всего на Украине не случилось бы, и в соседних республиках не случилось бы, если бы не взорвался Чернобыль. Причём, да, то, что взорвался Чернобыль, это плохо, но неизвестно, что бы было бы по-другому. Может быть, с другой стороны, Чернобыль для кого-то стал неким таким пугалом, и люди, работающие в данной отрасли, стали сильнее контролировать некоторые процессы, чтобы это дело не повторить. То есть нельзя однозначно говорить, что мир был бы лучше, если бы Чернобыль не взорвался. Поэтому то, что они там уже внесли такие колоссальные изменения, должно стереть и сделать минувшим то будущее, из которого они пришли. Несуществующим. Тем не менее, как бы будущее в реальном времени получает сигнал о том, что в прошлом что-то изменили. Бред. Но что есть, то есть. Поэтому ждём следующей серии и мозгов вам неиронистых и разумных, дабы понять, что там так, а что не так, и как оно вообще должно быть. Ну, конечно же, можно было бы и Эйнштейна почитать, и другие теории путешествия во времени. А если лень, ну хоть на мой канал-то давайте уже заходите, изучайте. Я там тоже много чего говорю относительно теории путешествия во времени. Поэтому успехов, мозгов и всего хорошего.